Блистательный дирижер Сергей Ралдугин дал концерт совместно с Камерным оркестром Театра Астана-Опера. Жарайсон так назвал свою выставку Арман Баймуратов. Предлагаю отправиться на нее и узнать почему. Артисты Жамбылского областного русского драматического театра порадовали столичных, зрителей, комедии, выходили бабки замуж. В музее Костеева начинается новая серия лекций в рамках Академии искусств Асем Алем. Подробности в сюжете. Мы находимся в Камерном зале Театра Астана-Опера, где оркестр репетируется со знаменитым дирижером Сергеем Ралдугином, народным артистом России. Мэстр специально привезет Казахстан в рамках сотрудничества с Казахским национальным университетом искусств. С 2004 года Сергей Ралдугин руководит созданным по его инициативе Санкт-Петербургским Домом Музыки. Обязанности в этой должности он совмещает с командировками по всему миру, где проводит серии мастер-классов. К слову, в Мастане мастер успел встретиться со студентами Национального университета искусств. А венцом его визита стало выступление совместно с Камерным оркестром Театра Астана-Опера. Был предложен огромный репертуар, но он предполагал все-таки наличие репетиций. А в таком режиме, знаете, сжатом, это совершенно невозможно. Не хотелось или не хочется предоставлять вашей искушенной публике какую-то недоделанную работу. На репетицию довольно сложных в исполнении произведений. Маленькая ночную серенаду Моцарта и серенад для струнного оркестра Чайковского у дирижера было всего два часа. Невзирая на это, казахстанские музыканты успели сыграться с маэстро. И под его руководством им удалось дать блистательный концерт. Чем больше у человека стаж работы именно в оркестре, и в оркестре нашего жанра оперы и балета, который играет практически всю музыку симфоническую и оперную и балетную, и музыкант такого уровня, как Ралдугин, он знает все. Еще студентом Ралдугин был принят в Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Будучи известным виланчелистом, успешно выступал с дирижерами Янсеном, Брабинсом, Мартыновым, Лазаревым. С 2004 года сам занялся дирижерской деятельностью. Для него очень важно именно дать людям раскрепоститься и показать полностью свои музыкальные возможности, знания. График Ралдугина крайне насыщен. Кроме гастрольной и концертной деятельности, музыкант часто входит в состав жюри солидных международных конкурсов. Сергей Ралдугин уделяет огромное внимание развитию молодых талантов. И в своем интервью он заявил, что казахские молодые музыканты обязательно примут участие в курируемых им проектах. Айнара Байгрунова, Астана, Кульпоход. Персональная выставка Армана Баймуратова, которая открылась сегодня в музее Костеева, носит название «Емкое и короткое». Молодец! С одной стороны, это название одной из работ, с другой стороны, это слово может вполне характеризовать автора. Арман Баймуратов без преувеличения талантлив во всем. Режиссер и дизайнер, оператор и художник судьба одарила его щедро. И эта экспозиция стала для 44-летнего художника первой персональной выставкой. Он как бы открывает свое сердце нам, зрителям. И мы можем почерпнуть из его картин очень много для себя. Мы можем обогатиться его духовным потенциалом, его мастерством, его умением так живописно и так глубоко передавать образ. Работы, представленные на выставке, разнообразны по сюжетному и художественному замыслу. В своих полотнах автор рассказывает об окружающей нас действительности, передает ее незаметные на первый взгляд подробности, отображает положительные и отрицательные стороны человеческой натуры. Они повествуют о жизни, поэзии, детстве, где каждый человек может найти частичку себя. Если человек ищет не только в себе, а у других тоже красоту, наверное, она отражает. Здесь отражается не только мой мир, это отражается, как бы, рядом, который со мной был. Большинство влияния имели дядя, мама и тетя. Сматриваться в эти полотна, пытаясь разгадать замысел художника, можно долго и с удовольствием. И смыслов тут открывается множество. Причем у каждого зрителя они могут быть свои. Визитной карточкой выставки стала работа под названием «Жарайсон» или «Молодец». Именно она встречает нас первой. Эта яркая в цветовом смысле и по эмоциональному накалу картина дала название всей выставки. Работа, которая приглашала нас на выставку, работа «Молодец», она такая яркая иллюстрация выбора человеческого. Из всей массы, вот там, голубые тона, это энергетика голубая, синяя, это ментальная, это причинно-следственная энергетика людей. Картины Армана Баймуратова «Зима», «Букет», «Девочка с веером», «Весна» отличаются особой, характерной манерой письма. А в работах портретного жанра, таких как «Меценат», «Кислый», «Дирижер», автор отображает индивидуальные черты своих героев. В некоторых работах, таких как «Молчание» или «Изображение», художник дает волю эксперименту, трансформируя форму, придавая ей символическое звучание. Полюбоваться картинами, составить о них собственное мнение и решить, насколько же автор в действительности «Молодец» вы можете на третьем этаже музея Костеева. Алевтина Мадьярова, Алматы. Любви все возрасты покорных говорил когда-то знаменитый классик. И до сих пор не нашлось ни одного человека, кто на этот счет с ним и поспорил. Более того, эту тему не раз осветили в стихах, прозе и даже на театральной сцене. Вот и теперь о чистой и светлой любви без предрассудков и ограничений для столичных зрителей, рассказывают актеры Жамбулского областного русского драматического театра. На сцене старенькая мебель и не менее скромный скарб. Спектакль повествует о жизни четырех пожилых женщин с разной судьбой, коротающих свой век в пансионате для пенсионеров. И казалось, героини смирились с однообразием будней, как ситуация в корне меняется. И приходит к нам мужчина. И получается так, что мы на перебой теперь желали бы его иметь. Как бы это мужья. Старость лет. Он одинокий, мы. И соревнования, как бы вот тут кому же достанется. Жажда любви на сцене преобразила не только артистов, но и зрителей. Комичные образы и ситуации заставляли пришедших не только смеяться, но и искренне сопереживать. Вопрос, обретут ли герои собственное счастье, держал зал в напряжении вплоть до финала. Всю жизнь люди проработали, честно проработали. Не лезли кто-то в чужой карман, никакую коррупцию не попадали. Ну пришло одиночество. Все есть. Питье есть, дом есть, вода есть, ванна есть, все есть. А вот чего-то не хватает. И думаешь, ну вот прожил ты жизнь, а вот почему, почему вот это одиночество, вот эта тоска. Благо герои спектакля с одиночеством справились и довольно оригинально, став одной большой семьей. Стоит отметить, что постановка «Выходили бабки замуж» подарила зрителям незабываемые эмоции. В числе почетных гостей были представители посольств России, Кыргызстана, Белоруссии, Сербии и международных организаций. Искрометная комедия «Выходили бабки замуж» стала частью обширной программы в рамках Дней культуры Жамбылской области в Астане. Помимо этого мероприятие включила в себя различные выставки и концерт с участием артистов региона. Бахыт Галимула, программа Культпоход, Астана. Новый курс лекций Академии Асем Алем полностью посвящен искусству Казахстана, его истории и современности. Образовательный проект Асем Алем действует в музее имени Аблхана Костеева уже не первый месяц. Слушатели лекций становятся обладателями ценных знаний о жанрах, художниках и удивительных фактах из области искусства. Где люди могли бы немного глубже познакомиться с искусством. Искусством в самом широком смысле, как это было на нашем первом цикле, который продлился с марта по август этого года, где наши слушатели могли ознакомиться с искусством, начиная с древнейших времен, с наскальных рисунков и кончаясь в современном контемпораре арт. Во всем мире различные стили, различные исторические периоды, такие как, например, Ренессанс, барокко, рококо, готический стиль, романский стиль и так далее. То есть общие представления о различных видах, эпохах искусства и так далее. В минувшем сезоне посетители музея уже смогли изучить такие темы, как контемпораре арт, влияние эпохи на костюм, искусство Западной Европы, особенности архитектуры разных стран и времен и многое другое. Эта серия обещает быть не только интересной и насыщенной, но и патриотичной, ведь посвящена она искусству нашего региона. Этот цикл включает 22 лекции на русском языке с середины сентября до конца января и 10 лекций на казахском языке. Читают ведущие искусствоведы не только нашего музея, но, как и в прошлом цикле, ведущие искусствоведы страны. Так, первая лекция вот этого второго цикла была начата известным казахстанским архитектором, ученым, который изучал детально и долго, написал монографии по возникновению и развитию казахской юрты, конструкции казахской юрты Алмасом Ордобаевым. Одна из лекций сезона посвящена орнаменту. Профессиональный художник и дизайнер Ерлан Кожабаев проводит параллель между традиционным казахским орнаментом и традициями древности, называя его «тенгрианской пиктограммой». Его книга на эту тему – кладезь интересных открытий, и благодаря ей каждый читатель имеет возможность взглянуть на национальные узоры совсем под другим углом. И это только один из многочисленных горизонтов, который помогает открыть Академия Асем Алем. В новом цикле мероприятий Академии Асем Алем 10 лекций пройдут на казахском языке и 22 на русском. У вас еще есть время присоединиться. Арина Курьянова, Алматы.